Всем привет дорогие друзья, с вами Юга и это видео посвящено новому второму осеннему сезону в игре Black Desert Online. Подводные камни, с чем вы можете столкнуться, какие награды, что лучше взять, как мне качаться, что делать, мы сегодня разберем более подробно. И хотел бы начать непосредственно с сайта, к чему посвящен этот сезон и сразу, как говорится, перейти уже в дальнейшем к игровым особенностям. Сезон этот, для тех, кто не знает, что это такое, он создан для того, чтобы старый игрок прокачал нужного ему персонажа, а новый игрок без проблем смог бы влиться в мир Black Desert Online. Жесткий и непоколебимый. Заточки Black Desert Online. Сразу отвечу на вопрос, который преследует меня уже со 2 сентября, уже 2 дня. Обязательно ли создавать Хасашина на сезонном сервере, чтобы играть на сезонном сервере, просто играть? Нет, ребят, Хасашина и с наградами за леверинг Хасашина до 55-го вы можете создать и на обычном. А на сезонном вы можете создать любого из 20, в принципе, из остальных 19 персонажей в игре и спокойно уже им играть. Если вы хотели создать Валькирию, вы можете создавать Валькирию и получите все, абсолютно все награды сезон за сезонную подписку, которая там имеется. Вот. Сезонной подписки мы вернемся уже внутри игры. Здесь ее обозначили, что она есть. Расскажу вам различия первого сезона и второго сезона. Что есть, что хорошее, что плохое. Из хорошего, сразу говорю, Листья Коко. Прекраснейшая вещь. Она мега бустит людей, которые хотят сменить свой класс. Из интересного такая ремарочка, которая... Ну, хотел бы в этом видосе подчеркнуть. Добавлены особо алхимические камни Минзда Феррэля. Как он будет получаться, не написано было в обновлении. Написано, еще неизвестно расположение последних звезды Феррэля. Оставлены фугаром, но появились слухи, что повсюду находятся различные подсказки. Что это значит, я без понятия. Алхимический камушек интересный. Отчасти. Дополнительные бафы у него очень сытные. Как и для ПВЕ, так и для ПВП. Возможно, станет для кого-то заменой Вэла. И из нововведения этого сезона появилась эхо разлома. Это камушки. Они выглядят вот так. Я уже успел их выбить. Фрагменты разлома. Их надо собирать 5 штук. И уже с ребятами, с аппартийцами, непосредственно фармить их. Уничтожать элитных боссов. Получить сезонные персонажи награды. Ну, это, скорее всего, будут точки Тувала и так далее и тому подобное. Фрагменты разлома может получить только на сезонном сервере. Я вот сегодня фармил часа 2 на инганах. Доделывал 5000 квест. И, соответственно, на этих инганов у меня упало вот 3 штучки. И всего лишь это, причем в первый час я бегал со свитком удачи. Далее. Давайте теперь к игровой механике этого сезона. Уже было в прошлом сезоне добавлено такая вещь, как оружие нару и броня нару. Она также фигурирует в сезонной подписке. Как видите, за 19 часов вообще, говоря о себе, сейчас свое мнение скажу. Ну, уже в дальнейшем потоле. У меня уже все выполнено. За 19 часов я полностью закрыл все сезонные квесты. Можно сказать, на второй день. Нару это такая предбаза перед Тувалой. Здесь обязательно есть показать черному духу. А это что такое? Это вы затачиваете, снимаете, показываете черному духу, чтобы принять квест. Это оружие нару, доспехи нару, до пятого уровня. Сейчас дойдем до пункта, который также будет, вот смотрите, усиленное кольцо нару плюс один. Вот этот пункт, обратите внимание, вам дадут за кальфионскую цепочку на водяных. Его даже точить не надо. И по итогу, к окончанию медийской цепочки, это важно, это важно. Вы сможете обменять оружие и броню нару 20-е на 16-ю Тувалу. Как точить непосредственно нару? Тут все очень просто. Она точится без фейлов. Огромное количество заточек попадает на медийском контенте, но на медийских квестах. У меня в конце я выкинул по 2000 точек на броню и на оружие. Точится просто обычным закликиванием. Все очень просто. Эти квесты на нару вы выполните в два счета. Не переживайте. Что касаемо... Давайте дальше уж, если мы начнемся по списку, то пройдемся по квестам, которые здесь есть. Они намного легче, чем были на первом сезоне. Нету ежедневного квеста. Это сезонная подписка законченная. Давайте так скажем. Она заканчивается. То есть вы не будете заходить каждый день получать дополнительный свиток удачи и сундучок, который был на прошлом сезоне. Здесь вы закрываете ее полностью. Так же, как и вы не будете делать ежедневные квесты у фугару на первый, второй, третий и четвертый день. Возможно, что-то и добавят дополнительно. И это будет тоже здорово. Потому что, к сожалению, как-то мне кажется, что сезон немножко урезанный. Если вы видите, что я вполне себе смог это осилить без особых, в принципе, напрягов. По квестам, которые здесь описаны, никаких комментариев, в принципе, сильных давать, ну, их нечего. Они настолько простые, они настолько абсолютно, ну, крайне несложные, что даже задание следы великого путешественника, поговорить с черным духом, это все квесты, которые, в принципе, вы уже с черным духом обговариваете, вы их сделаете. Все, если будете просто даже выполнять магическую цепочку и ее закончить, у вас все это просто будет сделано. И вы все заберете, все награды без проблем. И вот переходим к следующему моменту сезонного сервера номер два. Это награды. А стоит ли оно того, чтобы я свои кромные 800, между прочим, 90 рублей отдавал за сезонный пропуск? Ответ однозначно, лично для себя я выбрал да. Из сезонных листов Коко. Никак и не путать. Здесь 50 штучек меняется на набор из трех видов купонов обмена оружия. И один раз вы можете еще обменять один из пробужденного, дополнительного или основного оружия. Что это такое? Кто не застал, и для новичков, кто не знает, летом, после хидельского приема at home, компания Перлабис приняла решение убрать здесь балансные свитки на рерол оружие. Так как слишком было вкусно двадцатки пушки с одного персонажа перекидывать сразу на другого персонажа. Они вводили ограничения временные, но все-таки решили в конце концов их убрать из-за общего, в принципе, негодования общего комьюнити. Но внедрили их с новыми монетами шокоту и со вторым сезоном сервера. Набор из трех купонов оружия плюс один дополнительный набор, который вы можете взять за сезон, ну, дополнительный что-то перенес, стоит в совокупности 7200 рублей. Один свиток раньше стоил 1800 рублей. Костюм классический. Также за второй же квест вы получаете на хасаши, на черных песков. Ну, вот самое стандартное, что вы видите на этом персонаже. Стоит 1520 рублей. Из вкусного горничная 350 рублей. Ну, и тут довольно-таки большое количество. Есть деревья, есть непосредственные свитки убывающей луны, есть инвентарь, свитки удачи. Я их вообще с хасашина не забирал. На хасашине в данный момент я заюзал только один свиток удачи. У меня имеется один здесь ивентовый. Ну, вот тут я их, в принципе, юзаю. И что у меня в конце? Около 26 свитков удачи таких. И 6 свитков удачи 2. Огромное количество волксов, всевозможные слезы и прочие ерунды. Вроде бы она не стоит денег, а вроде бы и стоит. То есть в совокупности, мы посчитали на стриме, вышло около 1,5 тысяч рублей, если все это перевести в монеты. Естественно, конечно, пиксели ничего не стоят, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но вы, ребятки, все умные, вы понимаете, что так или иначе это облегчает вам дальнейшее прохождение в игре. И, ну, дополнительную опцию в виде всевозможных наград. Мой вердикт по сезонке. Если вам нужны листья Коко, вам нужны ресвитки на рерол, вы его можете брать. Без, по-моему, сезонки, вполне себе, по-моему, там копится, если посчитать по вот этим всем. Около 40. 15, 20, 25, 30. 30 штук так и 20 дается за сундучки. У меня его уже нет, на 61 левел вам будет даваться сундачок вот такой, который будет открываться, начиная, по-моему, с какого левела, с сундука приключенца. Из каждого сундучка там будет, ну, каждые 15 уровней, получается. Ну, там, ну, поддержка и развитие там идет первый, потом 15 и так далее. С каждого по два кока. То есть, в целом, даже, по-моему, без доната, спокойно можете накопить их на рерол трех пушек. Это круто. По факту круто. Всего у меня вышло 115 листьев Коко. Тут, конечно, извините. Тут уже я могу разгуляться. Ну, в любом случае, видите то, что есть. По поводу, какие подводные камни могут вас ожидать еще на сезонке, кроме Нару. С Тувалой все довольно-таки просто. За сегодняшний день я уже сделал себе какой-то минимальный гирк. Сейчас я его оставлю до времен пробуждения наследия Хасашина. А вот как точить Тувалу лучше, я, наверное, расскажу в следующем видосике, чтобы этот видос не перегружать. В целом, второй сезон, если подводя итоги, я делаю выводы, он вполне получился, даже с учетом купленного мной пропуска, очень даже сытный. Наград довольно-таки большая куча. Для меня это, естественно, возможность выкачать нового сезона персонажа Хасашина. В целом, класс. Попробовать и получить удовольствие показать контент на стриме. Однозначно, если вы новый игрок, я вас с удовольствием жду на стриме проконсультировать по остальным особенностям. Если вы старичок и хотите выкачать не только на кого-то другого, смело вступайте в ряды сезонников. Это здорово, это весело, это, в принципе, очень увлекает. И немножечко, лично для меня, первый сезон стал вообще глотком свежего воздуха. Вот он мой прекрасный, даже до 62-го докачанный Блейдер. Так что, вывод, советую, приходите и играйте. А если у вас еще какие-то будут вопросы, жду вас на стриме на Твиче. Адрес будет всегда под видео. С вами был Юга. Не забывайте поставить этому видосу лайк, рассказать братюне, что какие подводные камни ожидают его на второй сезонке. И подписаться на канал. Написав комментарий еще, пошел ли ты на сезонку или нет. Это также поддержит мое видео и выведет его в какие-то определенные топы. Ну, не знаю. До скорых встреч в мире Black Desert и на прямых эфирах. Пока-пока.